МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У региона плодородная почва, много водных ресурсов. При их эффективном использовании можно создать продуктивные сады и виноградники, наладить интенсивное овощеводство, обеспечить занятость людей. В постановлении президента Республики Узбекистан от 10 сентября текущего года о дополнительных мерах по увеличению доходов населения путем поддержки создания дехканских хозяйств определен ряд задач в этом направлении. В частности, в 2023 году в Ташкентской области будет сокращено 9 тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей. Населению будут выделены участки по 25 соток. Это обеспечит работой более 60 тысяч человек. По поручению главы государства с участием специалистов изучены неиспользованные возможности в Ташкентской области и разработаны дополнительные меры. Об итогах доложено на презентации. Так, подсчитана возможность ввода в оборот 62 тысяч гектаров земель на территории области. Они будут использованы прежде всего для посева пастбищных растений, выращивания масличных, зернобобовых и кормовых культур, требующих маловоды, а также для развития скота. Также каждый район Ташкентской области предложено специализировать на определенном направлении, как плодовощеводство, картофелеводство, виноградарство и других. К примеру, указано на возможность интенсивного выращивания овощей почти на 5 тысячах гектаров в Ахангаранском, Ташкентском, Зангиатинском, Паркентском, Янгиюльском, Кибрайском районах. Создание садов в 1,3 тысячи гектаров в Бостонлыкском, Янгиюльском, Ахангаранском, Паркентском, Букинском, Бекабадском, Чинацком, Аккурганском районах. Закладки виноградников на более чем 2 тысячах гектаров в Паркентском, Кибрайском и Пскенском районах. В Уртачерчикском, Ташкентском и Бастанлыкском районах планируется создание лабораторий инвитро для выращивания семенного картофеля. В целом в агропромышленном комплексе сформировано 202 проекта. В результате их реализации планируется создать более 24 тысяч рабочих мест. Президент одобрил эти меры и дал указания по их выполнению.